Во время оно, игда приближися Иисус во Иерихон, слепец некий, сидяши при пути прося, слышав же народ мимоходящ вопрошаше, что уба есть сие, поведаше ему, яко Иисус Назарянин мимо ходит. И возопи глаголе, Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя, предыдущий прищаху ему да умолчит. Он же, паче множие вопияше, сыне Давидов, помилуй мя. Став же Иисус, повеле привести его к себе, приближшися ему к нему, вопроси его глаголя, что хочешь, да ти сотворю. Он же рече, Господи, да прозрю. Иисус же рече ему, прозри, вера твоя спасетя. И абие прозре, и вслед его идяше, славя Бога, и вси люди, видевшие, воздашь охвалу Богови. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если там содержатся рассказы, которые касаются тех людей, которые в свое время Христа видели, к Нему прикасались, получали от Него исцеление, с Ним беседовали, Его спрашивали, получали ответы и прочее. Если это их история, но не моя, то мне не надо читать Евангелие. Мало ли в мире истории, кто с кем встречался, кто заболел, а кто исцелился. То есть на Евангелие нужно посмотреть глазами следующими. Где здесь я? Мне-то что? Вот со сегодняшнего слепого. И таким образом, подходя к Слову Божьему, мы, возможно, найдем себя и в прокаженных, и в хромых, и в умерших, оживших, и в плачущих, и радующихся, получивших мертвых своих живыми. И в предателе можем усмотреть черты своего характера, и в верных до конца можем найти свой идеал. И вот, глядя этими глазами на евангельский рассказ, на сегодняшнего слепого, мы обращаем взор на себя, спрашиваем себя, я слепой? Да. Это какая-то метафора, это что-то такое, какое-то усиление речи? Я же не слепой. Ну да, все-таки слепой. Да. Я не вижу самых важных вещей. Я не вижу то, что передо мною, что меня ждет, например, через день или через час. И не вижу того, что за спиной. Памятью удерживаю куски прошедшего, но, в принципе, прошлого за спиной не вижу. Я не вижу того, кто справа, и того, кто слева. Надо мной не вижу Бога в небесах. Подо мной не вижу развязающуюся пропасть. Самых главных вещей я не вижу. Я не вижу, с кем дружить, а с кем, от кого удаляться. Я не вижу, куда идти, а куда не ходить совсем. Я многих вещей совершенно не понимаю, как в незнакомой комнате, в полной темноте бьюсь об углы незнакомых предметов. Это общее состояние всех людей в мире. Однажды Христос исцелил одного слепого и сказал, что я свет в мир приедох, чтобы слепые прозрели, что я свет пришел в мир, чтобы слепые видели. Фарисеи спросили, разве и мы слепые? Спросили с претензией, потому что они себя мняли зрячими, именно духовно зрячими. Он говорил им, если бы вы были слепы, я бы вас исцелил. Но поскольку вы говорите, что вы зрите, что вы зрячие, грех ваш на вас пребывает. То есть если я дерзну сказать, что я зрячий человек, я знаю смысл происходящих в мире событий, я знаю внутреннюю жизнь моей семьи, как на ладони, я понимаю, куда идут мои дети, о чем они думают, что нас ждет дальше. Если я скажу, что я знаю сам себя, я сам себе понятен, я помню, знаю, осознаю, вообще прекрасно понимаю, куда я иду и куда я приду, я буду лжец, конечно, феноменальный, потому что ничего этого я не знаю. Поэтому нужно признать себя слепым. Обидно? Нет. У нас есть великий офтальмолог. Господь Иисус Христос лечит и сердца, и глаза. Он вообще хирург, он хирург такой, нейрохирург, он не просто костолом, костоправ, который вправляет вывихнутые предплечья или коленные суставы. Он делает тонкие операции. Операцию на глазу, операцию на сердце. Он исправляет самые тонкие помехи в человеке. И если мы признаем себя слепыми, теперь нам эта история будет интересна. Возле города Ерихона, который запирал когда-то дорогу в землю юрисопалестинскую еврейскому народу, это крепость греха. Ерихон символически это крепость греха. Это мощная, укрепленная твердыня, совершенно неприступная для человеческих средств, который, как вы помните, упал после семикратного обхождения Ерихона священников с трубами. Они ходили и в серебряные дудки дудели со всей мощи. А на ерихонских стенах стояли охранники города и смеялись над ними, подрывали животики. Сходят чудаки, в дудки дуют. Вокруг могучей крепости ходят. Зачем они это делают? На седьмой день они дунули, и крепость рухнула. И смех закончился, и народ пошел дальше. Истребил всех живущих там и пошел в землю Израиля. Это тоже, кстати, очень великая вещь. Что твердыни греха падают не от стенобитных орудий, не от осадных разных приспособлений, не от горючих стрел, забрасываемых в город. Стены греха падают от священнических труб, от проповеди. Это единственная сила против Ерихона. Все остальное – чепуха. Если мы будем вооружаться технологиями разными, вооружаться разными штуками всякими против греха, начнем там законы писать всякие, чтобы никто не грешил, парламентскими методами, еще какими-то методами, это будет такой смех, такая чушь такая будет. Стены Ерихона падают только от труб. От трубы – это проповедь священников. Так вот, в этом Ерихоне сидел, уже отстроенном, уже легендарном Ерихоне, уже только по старой памяти, помнившем свое прежнее греховное прошлое, сидел у ворот некий слепец, который слышит большой шум, что Иисус идет, перед ним шум, и за ним шум. Он был в последние дни своей жизни, это же последние уже дни жизни его, значит, был окружен такой, роящейся толпой интересующегося народа. И слепой спрашивает, что там за шум? Он же слепой. Говорит, что там? Ему говорят, заметим сейчас, ему говорят, Иисус Назарянин идет, Иисуса называли по месту рождения. Это обычное дело. Там Мария из Мигдала, Мария Магдалина, Иуда из Кариота, Иуда из Кариотский, Иисус из Назарета, Иисус Назарянин. То есть людей, фамилий не было, им представляли место, где они жили. И ему говорят, Иисус Назарянин мимо ходит. И он начинает кричать, но он не кричит ему, Иисус Назарянин, он кричит ему мессианскую молитву, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Потому что евреи все имели глубинное внутреннее знание о том, что Мессия будущий, будущий царь вселенной, который даст нам все, что нам нужно, все, что нужно сердцу человека. Он будет сын Давидов, он будет из рода и потомок Давида. И поэтому слепой услышал об Иисусе Назарянине, но кричит уже Иисусу, сыну Давидову. Это значит, что слепой был верующий человек. В его слепые глаза книжка не заходила, но в его зря слушающие уши заходили пророческие проповеди. Он был, видимо, человек такой, значит, наслушанный и имеющий сердечную веру. И обращался к Христу как к Мессии. Это мессианский титул, сын Давидов. Ему начали запрещать, это тоже очень важно, если мы кричим Иисусу, не просто Иисусенька, добрый мой Иисусик, значит, такой, там, хороший человек Иисус, такой, какой хороший пророк Иисус, какой, значит, такой добрый доктор Иисус, ну, как хотите его назовите. Это будет не то. К Иисусу нужно обращаться так, как Он есть, кто Он есть. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Иисусе, Царь Вселенной, помилуй меня. Иисусе, Искупителю грехов человеческих, помилуй меня. Иисусе, Сладчайший, там, спаси, пощади. Это все, собственно, Иисусова молитва. Вы знаете, что, особенно вот в эти, в эти паскудные времена, значит, непонятных процессов, везде непонятных процессов, в том числе и с этими болезнями, значит, когда людей посадили, как бы на короткий поводок, значит, у нас появилась необходимость в том, чтобы все читали. А что еще дома? С ума сходить возле телевизора? Читали и молились, чтобы мы по необходимости превратились в таких людей, сидящих тихо. Знаете, говорит, «Ваша сила сидеть тихо», есть такое слово пророка Исаии. И Яков, будущий Израиль, он был человек, в отличие от брата своего Исава, живущий в шатрах и любевший сидеть тихо. Вот и нам, когда приходится тихо сидеть, чем нам заняться? Иисусову молитву читать. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» И так сто раз. А потом еще сто раз через пару часов. А потом сто раз еще через пару часов. Это будет ваше духовное делание. А если тяжело, берите Акафи, сладчайшему Иисусу. Там собраны все эти молитвенные крики в одну большую поэтическую форму. «Иисусе, искупитель у грешных, очисти беззаконие мое!» «Иисусе, в час смерти пощади меня», «Иисусе, наставниче в юности моей», «Иисусе, похвалу в старости моей», «Иисусе, надежда в смерти моей», «Иисусе, искупителю грехов моих», «Иисусе, пастурю добрый, не забудь меня». Там все-все-все собрано. Акафист и Иисусу Слочайшему. Это поэтически оформленная Иисусова молитва. Занимайтесь этим, если вам пришлось дома сидеть и, как бы сказать, или бояться заболеть, или там карантинные меры принимать, или прочее-прочее. Иисус вот так молился слепой. Он молился Иисусовой молитвой. Не к Иисусу Назарянину, потому что в Назарете мало ли кто живет, а он молился к Иисусу Мессии. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Ему запрещали. Ему говорят, замолчи, перестань орать. Это означает, что когда мы начнем молиться, многие помыслы скажут нам, да перестань ты слушать, что ты из себя подвижника изображаешь. Глянь на себя в зеркало, ты кто такой, что ты тут, понимаешь, нашелся еще один молящийся. «Перестань молиться, хватит тебя, родные нам это скажут. Что ты там делаешь, что там шепчешь? Ты что, колдун? Что ты там бормочешь? Перестань молиться, хватит молиться». Люди в церковь приходят, им родные говорят, что ты так зачастил в церковь, что тебе грехов, что ли, много? «Перестань там, к лекушей скоро станешь каким-то фанатиком, не надо так много ходить в церковь». То есть это вот те, которые слепому мешали молиться, со всех сторон тебя отвлекают и говорят, да брось ты, да перестань ты, да хватит уже, ну сколько можно, да ты еще с ума сойдешь, еще в прелесть впадешь, сколько можно молиться, понимаете, это вот эти голоса заглушающие, этот единственно важный голос, там много голосов было, но единственно важный голос был голос молящегося человека. Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня, они ему мешают, он продолжает, он еще больше молился, кричит, Иисусе, сын Давидов, помилуй меня, он же слепой, он же не знает, далеко Иисус или нет, а мы тоже слепы, мы же не знаем, далеко Иисус или нет, мне нужно орать, например, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, может он далеко, а может он тут стоит рядом, мне только всего лишь нужно сказать, Иисусе, пощади мою душу, шепотом, вот ему буквально на ухо, мы же не видим, и слепой орет, и Иисус подходит к нему, говорит, что ты хочешь? Что хочет слепой? А ты что хочешь? Я что хочу? Что ты хочешь? Вот представьте себе, сегодня Христос спросил, ты чего хочешь? Я хочу поменять старую Волгу на новое Бентли, например. Ну, допустим, человек только об этом и думает всю жизнь, о том, чтобы пересесть в новый форт из старой шестерки. Но есть же люди, которые только об этом и думают, а кто-то еще о каком-то позоре думает, а кто-то думает о таких глупостях, что их стыдно произнести вслух. А этот слепой имел хорошее желание, а что еще слепому надо? Что ты хочешь? Господи, да прозрю. Вот представьте себе, берет Господь вас за руку сегодня. Ты что хочешь? У вас должно быть сокровенное желание, сокровеннейшее желание, которое тут же ночью, прямо вот ночью вас Господь разбудит. Что ты хочешь? И ты говоришь, Господи, чтобы выздоровел сын мой, например, если сын болеет. Или, Господи, чтобы дочка родила, потому что уже живет в браке, там, 10 лет, никак не родит, например. Или самое простое, Боже, прости мне грехи мои, Боже, прости мне грехи мои, в день смерти моей не забудь меня. Или там, дай мне с женой помириться, потому что я поссорился с ней, и мы уже живем в разных квартирах, там уже несколько лет. Допустим, у вас должно быть желание, свое сокровенное, которое вы в сию секунду готовы сказать Христу. Я молюсь, 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 молюсь. Иисусе, 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 услыши меня, Иисусе, приди ко мне, Иисусе, пощади меня, Иисусе, очисти меня, Иисусе, не забудьи меня. И вдруг он возьмет и придет, скажет, что ты хочешь? И я должен быть готов тут же сказать ему самое сокровенное свое желание. Проверьте себя, что у вас сокровенное в душе живет. Потому что в голове вера может быть, а в сердце может ее быть уже гораздо меньше. Когда снежная королева, вспоминаем Андерсона, уносила Кая в снежный город из этого городка, когда примерзла его веревочка к ее ледяной карете, он с перепугу хотел помолиться и хотел прочитать «Отче наш». Но у него «Отче наш» из головы вылетело в страхе, а в голове крутилась только таблица умножения. Это оригинальный текст Ганса Христиана Андерсона. В советские годы это купировали, и там этого не было. А в оригинальной сказке там это есть. Так вот, может быть, придет смерть моя, «Отче наш» из головы улетит, а в голове будет крутиться таблица Менделеева. Или там, значит, еще какая-нибудь там, котировка нефти марки Брент. Вот то, что мне совсем не поможет, понимаете? Поэтому сокровенное должно быть со мной. Я должен знать свое сокровенное. Вот слепой сегодняшний – это я, и это вы. И слепой сегодняшний молится, молится, имея веру, что Иисус не просто человек из Назарета, не просто сын плотника, не просто хороший человек. Это Мессия, Господь, это Царь Израилев, это откровение всему миру, это откровение всех язычников и слава людей своих Израиля. И нужно молиться ему, молиться как слепой, звать его к себе на помощь. А когда спросит и придет, скажет, что ты хочешь, говорит, Господи, да прозрю. Говорит, прозри, вера твоя спасла тебя. Вот и нам сегодня нужно продолжать свои молитвы, чтобы сердце наше потихонечку приоткрывало глаза, чтобы мы понимали, что уже прошло, а что еще остается. И что впереди нас ждет, и как это все будет. И что с миром будет, а что будет с нами в этом мире. Как там дети наши, которые еще маленькие, или которые уже большие. Для всего этого нужно прозреть, что иначе мы слепые и занимаемся чепухой. Вот вам Иисусова молитва, образ слепого, который нужно примерить на себя. И продолжаем молиться. Аминь. Христос воскресе.